Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую на своем канале. Хотелось бы рассказать вам о новом многофункциональном видеочате, который становится все меньше и меньше на просторах инета. Но все же есть люди, которые видят спокойное, размеренное общение с одним или более собеседниками, используя письмо, фотографии, веб-камеры и так далее. Да, вы скажете, но есть сети, и ватсов, и я соглашусь. Но в сетях вы не можете встретить незнакомку или незнакомца, и отдыхнуть, расслабиться и при этом остаться при желании. Инкомната. И это то, чего многие так любят. Общение без обязательств. И оставшись самим с собой, раствориться в инете с надеждой на возвращение. Итак, дорогие друзья, мы с вами находимся на листе самого видеочата. Там адрес его я оставлю в описании. Итак, хочу рассказать вам о функционале, для того, чтобы визуально вы могли увидеть, как и что и где расположено, для того, чтобы если что-то непонятно, всегда вернуться к этому видео и узнать, если не у кого спросить. Итак, мы переходим в левый верхний угол. Мы видим картинку, что если нажал на нее, то на любом моменте вашего нахождения в чате вы можете нажать, выйти и вернуться обратно. Затем у нас идет три горизонтальные полоски. Нажав, мы видим три точки. Зеленая, красная, желтая. Зеленая, она отвечает за то, что человек находится в чате, да, он в состоянии активном, как у меня на аватаре, вот она зеленая кнопочка, она активная, либо она красная, то есть у меня нету, да, к примеру, либо я занят, так, я в чате, значит, а зеленая. Спускаемся ниже. Мы видим две функции. Одна, она связана с веб-камерой для публичного вещания, либо для личного, закрытого общения. Далее спускаемся вниз. Мы видим, что человек может включить камеру здесь, вот в этой его полоске зеленый большой продольный. Ниже. Это кнопка ответственно за радио. И за его оба причины. Красно. Далее спускаемся ниже. И видим три функции. Одна, это мы видим, в каком комнате находимся, и сколько там человек. Вторая, нажав на нее, мы видим, какие есть комнаты, и кто в них присутствует, числа, которые здесь указаны, цифры вернее, да, говорят нам, кто находится, и сколько человек, и так далее, и мы можем присоединиться. И третья, какие друзья, которых вы знаете, ищете, находятся в чате, во всех комнатах, именно ваши друзья. Далее. Вернувшись, мы видим, что мы попали в главную. И ниже мы видим камендарь. Можем узнать, какое число, и перейти, посмотри. И попользоваться этим. Далее. Мы видим функцию отключения, включения видеокамеры. Да, вот она у нас, как бы, отключена. Да, мы можем здесь, мы можем здесь нажать на нее, и вот, как в данном случае, да, видеокамера работает. и нажав, можем отключить при желании. Да, либо, наоборот, включить, и она будет работать. Затем, у нас есть доска поиска, да, окно поиска, для нее, со всеми функциями, и пользуемся. Итак, мы находимся на функции, которая называется область, где находятся все посетители. В данном случае это два человека. и нажав на аватар, мы видим перечень всех функций, первая из которых это просмотр камеры, вторая это профиль, третья это отправить быстрое сообщение, либо послать запрос на чат приватный, следующее это отключить или включить звук своего собеседника и так далее, и до конца можно выйти из области сообщений к своему собеседнику. Так. Далее. возле собеседника есть значок с камерой, нажав на который можно посмотреть своего собеседника, если он додрешит, если он в состоянии личного закрытого состояния, так, то он даст либо принять ваше предложение, либо не принять. А если он в открытом публичном окне, то вы сразу можете увидеть его вещание. Следую мы видим с правой стороны это сами сообщения собеседника, вверху, в правой части это список всех комнат, к которым вы можете присоединиться, как мы говорили ранее, в другом месте. Вот. опустившись ниже мы видим точку в самом низу, это запись с видеокамеры, которая вещает, затем есть опция, нажав на которую мы видим все инструменты письма и цвет, затем мы видим знак YouTube, к которому мы перейдем позже и объясню как с ним работать, затем есть значок для картинок или фотографий, нажав на него вы переходите в свою папку, в свои файлы, избираете любой значок, в данном случае просто символы подмена и посылаете я могу конечно продемонстрировать как это подается что-то пишет что вы хотите скажем и отсылаете вот значок который тоже можно нажать увеличить и так далее затем идет у нас символ что может истерить вашу надпись которую вы хотите затем значок приватности если вы хотите с кем-то разговаривать в приватном не в приватном комнате приватной отдельно а приватно разговаривать что вас никто не видел ваш разговор вы нажимаете на значок замочек закрываете затем в окошке есть тоже две функции либо она публичная что в видели все либо нажав вы выбираете приватную вот и пишите текст в этом окошке и отсылаете с левой стороны мы видим опять-таки значок с большим функционалом смайликов и так далее и переходя наверх да и по-моему я об этом говорил ну еще раз повторюсь да я об этом говорил да смотрите комнаты где что находится и в принципе вот так вот строим чат достаточно удобный понятный и если вас это заинтересует то я оставлю адрес в описании да и скажу о последнем последней функции да это ютюб да нужно нажать заранее скопировав в самом ютюбе строку адресную строку вернее запомнить и внести сюда вставить да и она появится у вас на экране закрыть и обсуждать ну это кому как нравится одним словом вот все что я хотел сказать об этом чате достаточно удобно так что милости просим если кого-то это заинтересует то я буду рад вас видеть в этом чате всего вам хорошего и до встречи